Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам встречу с депутатом Одесского областного совета Олегом Котаталадзе. Здравствуйте, Олег Джимирович. Добрый день. Начнем с предприятия ТИС, подводя итоги. Обычно так в текущем году подводят итоги прошлого. И вот предприятие Трансинвестсервис в двух номинациях победило 14-й национальный морской рейтинг Украины 2020 года. Зрителям можно сказать проще. Это такой украинский морской Оскар, своеобразные номинации этого издания. Что меняется в жизни предприятия? Трансинвестсервис уже давно и много лет лидирует в этих всех номинациях, потому что мы совместными усилиями людей, которые там работают, коллектива и всех предприятий, которые с нами сотрудничают, сумели как-то сделать условия для того, чтобы у нас большее количество груза переварилось. Самый главный вопрос – это показатели, вот, конечно, это золотой тоння, увеличение объема грузооборота. Мы достигли, действительно, своего пика. В прошлом году 36,6 миллионов тонн перегрузили. Это больше, чем в свое время в Советском Союзе даже порты перегружали. Это, прежде всего, требует от нас или стимулирует нас для того, чтобы мы двигались дальше, улучшали свою работу, увеличивали возможности терминалов и станций железнодорожной, которые у нас находятся, и улучшали все эти вопросы, и увеличивали грузооборот – это самое главное, что есть. И я просто хочу сказать, что все это благодаря хорошей работе, прежде всего, трудового коллектива, который там работает. Поэтому я хочу сказать спасибо, прежде всего, за то, что оценивает трудовой коллектив ТИСА «Морская общественность». И я надеюсь, что это будет стимулировать нас к дальнейшим новым рекордам, которые будут давать возможность увеличить ситуацию, улучшить ситуацию экономическую в стране. Мы все время проводим такую связь предприятия-громада, потому что предприятие работает на территории громады, и, так сказать, многие работающие на предприятии живут и развивают как собственное предприятие, так и громаду. Игорь Женберыч, какие вот вас радуют проекты, которые уже имеют начало в глобальном плане в визирской громаде? Я хочу вам сказать, что когда-то, благодаря Алексею Михайловичу Ставнице, Родцарства Небесного, покойному уже, который переехал в визирку, мы начали движение к тому, чтобы, создавая предприятие, думать одновременно о том, как будет развиваться вокруг нас территория. Так получилось уже сейчас, в 2015 году государство приняло решение о децентрализации, и мы решили активно участвовать в этом направлении. Я думаю, что мы долго боролись за то, чтобы у нас появилась визирская громада, доказывали, что она экономически перспективная, потому что, в отличие от других громад, где предприятия были созданы еще при советской власти или государством, то здесь это частные структуры, они дают где-то только доходы в бюджете, около 79% чисто от налогов, кроме аренды и всего остального. Таким образом, а если взять еще аренду и дополнительные моменты, которые есть, то где-то около 90% дохода всего бюджета – это средства, которые приходят в бюджет от предприятия TransService и всех предприятий, которые у нас в транспортном узле. Мы стараемся сделать все для того, чтобы увеличить доходную часть. И, естественно, наши люди, которые многие живут и в визирской громаде, и рядом с ней, в Южном живут, они заинтересованы в том, чтобы контролировать, куда же эти деньги тратятся, чтобы они тратились эффективно, с пользой, прежде всего, для жителей, которые там находятся, потому что их трудно зарабатывать сейчас. У нас есть ряд программ. Дороги делаются сейчас. У нас, вы знаете, были проблемы с Любополем. Сейчас сделана там была одна дорога, а теперь, благодаря тому, что предприятия, которые ветряки, это электроэнергическое предприятие, они сделали вторую дорогу из Сечавки. И теперь можно за несколько минут хоть с Сечавки приехать, хоть с общей трассы Николаевской заехать непосредственно в Любополь. Это была, я думаю, мечта для жителей Любополя. Одну дорогу иметь, они получили две. А было время, когда было бездорожье такое, снега, и люди ни на кладбище не могли проводить своих родных, ни скорая помощь не могла, ни пожарная машина туда приехала. Сейчас, слава богу, эти вопросы сняты. Мы многие вопросы решили там по поводу дорог. Сейчас, слава богу, есть бюджет, и наш совет местный договорился с областным автодором для того, чтобы пополам делать программы. Мы вкладываем 50% в бюджет везерской громады и они. И вот еще сделали ряд дорог, когда люди на них уже не рассчитывали. Это огромное значение имеет. Вот по дорогам. Вы мне рассказывали о том, что какое-то время назад сами проехались по дорогам, проверили, посмотрели качество, почувствовали на себе. Потому что, знаю, многие вам передают благодарности и жители Любополя, и те, кто проезжал, когда там имеют дачные участки, пользуются этой дорогой, и только с искренней благодарностью. Вы решили проверить это на себе, проехались. Вот впечатление. У меня хорошее впечатление произошло. Я проехал и не только по этим дорогам, по двум. Я поехал до села Оранжево. Там, где начали делать часть дороги. Да, где начали делать дорогу. Там есть красивые места возле лимана. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать с местным советом, который правильную занял политику, развивать села. Не только центр, как раньше всегда было. Центр в доброславии. Надо было центр создавать, а все остальное не важно. Вот мы хотим, и я стараюсь, как человек, который занимался этим вопросом всей громады, я стараюсь сделать все, чтобы убеждать коллег наших депутатов местного совета и руководителя для того, чтобы они, прежде всего, обратили внимание на села. То есть, что нам нужно сделать? Дороги к ним, школы отремонтировать. Сейчас мы это делаем. Вот мы взялись за, я сказал только что, за школу в Польшетравневом. Там делается очень много, большие средства вкладываются. Вот тир там будет делаться, олимпийский тир. У нас такого тира вообще в Одесской области нет. Я не знаю, в Украине или во многих местах есть такой хороший тир, который можно сделать, и там можно провести соревнования. У нас сейчас ремонтируется инклюзивный центр. Очень хорошо, что помогло областной совет и областное управление образования. Громада купила автобусы. Когда нормальные дороги есть, можно, значит, двигаться в этом направлении. Мы сейчас отрабатываем вопрос канализации визирки. Это первый этап. Сначала сделаем водоснабжение, непосредственно Польшетравневым, и будет делаться там водопровод Красноселка, Польшетравнево и Доброслав. Мы будем работать с тем, чтобы получить средства для этого дела. Уже проект делаем. Мы собирались вместе с Доброславом. Это тоже мой округ, Доброслав и Красноселка с руководителями. Это очень важный вопрос, спустить туда воду, потому что до сих пор вода там идет только со скважин. А вообще-то правильно было бы, конечно, нормальное водообеспечение. А следующий этап – это канализация. То есть идет освещение дорог. Ну, я хочу сказать, что это хорошо, это меня радует. Единственное, что меня беспокоит, это то, что мы, я уже говорил это с руководством сельского совета и с финансистами, что нужно правильно планировать бюджет, правильно работать с бюджетом. Надо уметь сделать проекты и делать бюджет на 2-3 года, и план развития тоже на 2-3 года, чтобы вовремя, значит, эти проекты были готовы и можно было приступать, тендеры и все остальное, потому что иначе мы запаздываем. Деньги остаются, они инфлируют, и это беда. Поэтому здесь нужно по-другому немножко работать. Мы в этом направлении работаем. У кого-то проблемы найти деньги, а в визирской громаде правильно их использовать вовремя. Финансовое управление – это важный вопрос. У нас вот неплохой человек, который занимается финансами, и вот сейчас она будет заниматься этими вопросами. Вместе с Институтом экономики мы вот работаем над тем, чтобы правильно организовать эти вопросы, привлечь дополнительные финансы. Что касается вот таких ваших предвыборных обещаний, я посмотрела недавно программу, лозунгом которой вышли на выборы «Развитие задачи каждого». И вот давайте в рамках ваших обещаний в селе Визирка открытый, мы много об этом говорили, и теперь можно сказать окончательно, потому что состоялось открытие Центра административных услуг. Вы были там уже? Смотрели, как все организовано устроено? Потому что была же ваша идея. Я, к сожалению, болел в этот период времени, и сейчас вот собираюсь встретиться в Визирке, объехать, посмотреть все это дело, не только это, но и школы, и все остальное. И потом мы собираемся пригласить руководство области и проработать с ними другие вопросы, перспективы развития. Я считаю, что это важный вопрос, оказание публичных услуг населению. Люди боялись, что им придется ездить далеко. Но теперь самое главное – это то, что не только в Визирке открылся Центр, но и в Большотравневом будет Центр. И будет возможность, что наши специалисты будут выезжать и принимать непосредственно в селах. В Любополе. В Любополе. Обязательно приедут они и в остальные оселы нашей громады, в Кордон, в Калиновку и в Дмитровку. Люди должны пользоваться услугами и не ездить в Центр. Это важный вопрос, потому что все это делается для улучшения жизни людей. Значит, тогда местные органы должны эту жизнь улучшать. Вот как бы я думаю, что это правильный путь. Я благодарю, что государство шло нам на встречу. Без государства мы бы эти программы не сделали. Сейчас мы организуем взаимодействие по наведению охраны общественного порядка нормального. Сейчас у нас в ближайшее время заканчивается пункт охраны общественного порядка. Там будет непосредственно полицейский офицер. И мы создали группу людей, которые будут работать вместе с этим полицейским офицером. То есть коммунальное предприятие муниципальной охраны. И я надеюсь, что такое сотрудничество даст возможность, чтобы в Севере тоже был порядок. И чтобы не ломали то, что построили. И чтобы не воровали в селах. Потому что, к сожалению, так у нас еще эти вопросы решаются. То есть мы наводим еще и общественный порядок. Камеры будут и все остальное. Я считаю, что село должно по комфорту приближаться постепенно к городу. И тогда я хочу вам сказать, что и цены на эти участки будут выше, и люди поедут к нам жить. Я очень на это рассчитываю, потому что хотелось бы, чтобы громада была развита. И тогда у нас те школы, которых мы ремонтируем, будут заполнены людьми. Говорил я с председателем сельского совета, продумать программу поощрения рождаемости. Вот если государство стимулирует, то мы должны стимулировать для того, чтобы именно к нам в визирку приходили люди, и мы будем развивать визирку. И тогда это будет возможность для того, чтобы в перспективе эти люди пришли работать на предприятии. Хорошо. А вот что касается детского садика в Любополе, вопрос, который поднимали жители перед выборами, и который остается актуальным по сей день или нет? Детские сады должны быть в каждом населенном пункте. Мы будем работать над этим вопросом. Сейчас просто мы ждем стратегию развития образования и дошкольного образования, и образования среднего, для того, чтобы мы определились, в какую сторону двигается этот вопрос, как правильно работать. То ли построить, например, большую школу в визирке новую, для того, чтобы, если будут сокращаться малые школы, то тогда надо будет это сделать. Мы купили автобусы, сделаем нормальные дороги, там будет очень короткое расстояние, и мы будем возить детей в централизованной школы. Одну у нас в визирке, а вторую, например, в Паршетравневом. Важно, чтобы не потерять ни одного учителя, каждый должен заниматься, допустим, там, сейчас, как я понимаю, государство стремится первые, пятые классы оставить в селах, в маленьких, а уже пятые, десятые классы, одиннадцатые, двенадцатые сейчас перевести уже в лицей. Вот мы будем эту функцию выполнять. Будет освобождаться помещение, будем отрабатывать вопрос, как решать проблему с детскими садами. Потому что стоит два вопроса в Любополе. То ли автобус специальный для этих детей, чтобы их возили три минуты там до визирки, в который тоже надо улучшить детский сад. И мы будем заниматься этим вопросом в ближайшее время, потому что мы ждем, какое решение лучше принять. То ли взять, построить школу рядом с ним детский сад, то ли вот этот детский сад развить, который сейчас есть. Ну, есть разные две программы у нас. Вы помните, что мы купили землю, отдали сельскому совету для этого. Поэтому идет такая программа развития. То есть от государства, какое принят решение государства уже на местах? Мы договорились с начальником управления образования, вместе с депутатами и директорами школ, встретиться в ближайшее время, после того, как она поговорит в областном управлении народного образования, когда мы изучим программу, стратегию развития государства, и сделаем все для того, чтобы улучшить жизнь людей, и чтобы и дети могли ходить нормально в детские сады, и преподаватели не оказались на улице, потому что нам дорог каждый человек. Не так просто жить в селе, и поэтому те, кто уже получил образование, они должны работать. Олег Джимберыч, у нас стала традицией где-то раз в месяц встречаться, поэтому остальные вопросы оставим на нашу следующую встречу. И что касается летнего периода и развития действительно малых сел, таких вот вопросов, как курортные территории, развитие Лимана и все, что с этим связано. Ну а на сегодня спасибо вам за участие в программе. Депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе был нашим собеседником. Всего хорошего. До свидания.